Альварес может провести поединок с Джейкобсом 4 мая. Следующим соперником Поветкина может стать Делиан Уайет. Оскар Далахой уверен, что Джошуа хочет подраться с Альваресом. Официально Коробов заменит Монро в поединке с Джермалом Чарло. Промоутер Эдди Хирн заявил, что представители стримингового сервиса Дазн хотят организовать объединительный бой между чемпионом в среднем весе Саулем Альваресом и американцем Дэниелом Джейкобсом, который владеет поясом IBF в среднем дивизионе. По словам Эдди, он на 80% уверен, что этот поединок состоится, встреча должна пройти 4 мая на празднике Синка де Майя. Это лучший бой в среднем весе. У нас есть Дэниел Джейкобс, у которого было очень близкое решение в поединке с Геннадием Головкиным. Многие думали, что он выиграл тот бой. Теперь он чемпион мира. Этот бой объединительный. Это крутой матч в среднем весе. Дазн настаивать на этом поединке на Синка де Майя, сказал Эдди Хирн в интервью. Эдди добавил, что Джейкобс сам очень заинтересован в бою с Альваресом. Супертяжеловес Делиан Уайет заявил, что россиянин Александр Поветкин проведет с ним бой. 22 декабря Уайет в Лондоне. Англия подерется с Дереком Часарой. Предполагалось, что победитель этого поединка в апреле встретится с Энтони Джошуа. Но теперь есть вероятность, что Джошуа в мае или июне в США проведет матч с Джареллил Миллером в США. Поветкин может подраться с Уайетом. Поветкин хороший, сильный боец. Но я знаю, что нужно сделать, чтобы победить его. Нужен хороший, сильный удар. И ты весь день избиваешь Поветкина. Я буду драться с ним в следующем. Я только что сказал ему это. Он тоже сказал, что подерется со мной в следующем. Промоутер Эдди Хирн заявил, что организует этот бой, сказал Уайет. Промоутер Сауля Альвареса Оскар Деллахой считает, что поединок с его клиентом – желанный бой для многих боксеров, в том числе и для чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. В минувшие выходные Альварес в третьем раунде нокутировал Рокки Филдинга, добавив к поясам WBC и WBA Super в среднем весе титул чемпиона WBA и Рейгела второй средней категории. Я думаю, что он показал не только терпеливость и умение отлично работать по корпусу, но и то, что может конкурировать с большими парнями из второго среднего веса, послушайте. Я не рекламировал этот бой как самый тяжелый для Сауля, но тем не менее он не был простым из-за разницы в весе и из-за набора массы. У Альвареса мишень на спине и все хотят подраться с ним. Все хотят бросить ему вызов. Я уверен, что Энтони Джошуа тоже хочет бросить ему вызов. По-моему, ты пиздишь, сказал Деллахой в интервью. А вы как думаете, согласны ли вы с фантазией Оскара Деллахой или нет, пишите в комментариях, а мы продолжаем. 22 декабря в Нью-Йорке на арене Барклис-центр состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча в среднем весе. Предполагалось, что временный чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермал Чарло встретится с Вилли Монро, но Монро провалил допинг-тест. Новым соперником Чарло стал экс-претендент на титул чемпиона мира россиянин Матвей Коробов. Изначально Коробов должен был выступить на том же вечере бокса, планировалось, что он проведет восьмираундовый бой с колумбийцем Хуаном Данхилем. Стоит отметить, что Матвею Коробову предстоит уложиться в лимит среднего веса. Его бой с Данхилем планировалось провести во втором среднем весе до 76 килограммов. Субтитры создавал DimaTorzok